вот новый разворот 15 часов 35 минут еще раз всем добрый день у нас на прямой телефонной связи добрый день добрый день в этом видимо как-то совсем экономите все по одному я так понимаю работаете теперь до 7 9 8 5 970 45 45 номер для ваших смс-сообщений если позволить не ключи политической реформе сначала у нас политическая реформа какая-то идет в кремле говорили об этом ведомости написал написали что в конце прошлой неделе первый зам главы президентской администрации вячеслав половина встречался с политологами один из участников встречи михаил виноградов рассказал что речь шла о новом этапе в развитии политической системы в основе которого заложены принципы конкурентности открытости и легитимности кремле настаивают чтобы кандидата включая ярких оппозиционеров участвовали в выборах слава другого политолога павла данилина на встрече было заявлено что это такая долгосрочная стратегия каково ну то есть не только представители оппозиции но и отдельные представители кремлевской администрации дозрели до того что на политическое ну во первых я не знаю было это совещание или нет и там при там всем уважении к ведомостям комментировать пересказы политологов со встречи то есть они участвовали да может быть то есть но там еще раз говорю там не если бы я там участвовал да я наверное мог комментировать так в данном случае считаю не совсем корректно это делать потом выяснится что кто-то кого-то не так понял значит и так далее что касается я могу по сути выразить свое отношение к тому что вот собственно говоря публикует ведомости то есть я считаю что собственно конкурентная борьба и участие разных политических сил в любых выборах любого уровня это всегда хорошо это хорошо и с точки зрения легитимизации собственно говоря власти так поскольку значит повышает уровень доверия к ней даже среди тех кто голосовал против но понимает что действительно победитель победил в ходе честной борьбы это плюс с точки зрения получения обратной реакции на текущие действия так поскольку именно в ходе избирательной кампании формулируются основные претензии и так скажем эти претензии предъявляются по отношению к власти и кандидатам от партии власти и собственно говоря использовать эту обратную связь не только его можно но и нужно и в третьих ну собственно говоря вот такого рода там конкурентная борьба то есть она в конечном итоге повышает и качество работы и силы участников борьбы поэтому к самому к самому подходу о том что выборы должны носить конкурентный характер я отношусь там абсолютно нормально считаю что это большой плюс поэтому как это будет проявляться там на практике да сказать сложно пока во всяком случае если говорить о тех выборах которые происходят в данный момент в россии я опять же по тем причинам о которых говорил несколько передач назад там не считаю правильным комментировать какие-то выборы все-таки если бы они еще проходили на территории кировской области может быть и я сам был участником этих выборов это было бы целесообразно но комментировать то что происходит у коллег в других регионах наверное неправильно но думаю что общая атмосфера она точно позволяет говорить что выборы являются точно более конкурентными чем некоторый период назад то что там разные оппозиционеры наверное не все да то есть потому что я здесь не могу там быть уверенным что все кто хотели принять участие в выборах реально приняли но в всяком случае из наиболее известных оппозиционеров и в москве и московской области и в екатеринбурге оппозиционеры принимают участие то что выборы ощущение что они все время все время преодолевают какие-то непреодолимые препятствия то то там какие-то агитационные баннеры срывают то квартира вламываются задержали на встрече с слушайте я напомню что некоторое время назад кандидатов не допускали вообще так то есть поэтому нет не то что скажите спасибо там с чем сравнивать так то есть я я как участник политических процессов и выборов шестого седьмого восьмого годов очень хорошо помню как у нас там снимали и списки так то есть по там разного рода там надуманным причинам то есть поэтому то что кандидаты могут принимать участие в выборах это на мой взгляд уже там большой плюс да что касается тех процессов которые происходят я немножко знаю ситуацию изнутри все таки считаю что в большей своей части это проявление не не заговора хаоса так если не сказать бардака как вот так то есть когда какие то решения принимаются там непонятно кем и непонятно каким образом кем трактуются поэтому я считаю что то что происходит сейчас мы действительно живем в некой новой политической реальности является ли это новая политическая реальность результатом эволюции системы изнутри является ли это политическая реальность ответом на некие внешние воздействия внешние факторы а если да то какие экономические политические социальные там сказать сложно то есть но факт остается фактом да то есть нынешние выборы точно даже с точки зрения внимания к ним приковывают гораздо больше чем это было еще раз говорю несколько лет назад наверное это тоже еще там не может рассматриваться как идеальная какая-то модель выборов но собственно говоря опять же да напомню что у нас долгое время если мы говорим допустим о выборах губернаторов да или там глав субъекта федерации этих выборов не существовало вообще то есть вот ну имея ввиду прямых так они не депутатами законодательного собрания поэтому считаю что если такое совещание о котором пишет ведомости было то оно по сути дела не не столько вносит какие-то новые предложения сколько констатирует сложившуюся ситуацию и объясняет что как бы это сложившаяся ситуация является не чем-то таким неожиданным свалившимся извне да а является в общем какой-то осознанной политикой в том числе администрации президента но это какая-то единая позиция потому что нам политологи все время рассказывают каких-то страшных ястребах о либералах о том что они тоже там между собой грызутся и и нет у них там счастья и взаимопонимания политологи на то и политологи что они грызутся значит и такова смысле что они комментируют и то что есть и то чего нет с точки зрения того кто грызется значит покажите мне того кто не грызется если вы считаете что в стане оппозиционеров там все тихо мирно и там все дарят друг другу цветы там на день влюбленных вы ошибаетесь значит там в любом случае речь идет это видно потому как они выдвигают единого кандидата каждый год ну не буду опять же комментировать тем более что в определенный период сам участвовал в этих процессах да и там все эти периоды там проговоров договоренности нарушения этих договоренностей проходил сам поэтому я считаю что в любом случае любая политическая жизнь даже общественная а не политическая жизнь она предполагает конкуренцию как межвидовую так и внутривидовую степень этой конкуренции очень сложно да то есть когда мы грызутся это что то есть да это вот до первой крови до первых жертв ну так вроде пока там что это там тупо 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 нет так значит вот если же говорить про ожесточенность полемики в СМИ или что еще более часто встречается за пределами официальных СМИ да в неком там интернет пространстве или в слухах или еще что то ну господи это скорее характеризует не степень накала А степень развитости вот этого интернет-пространства, да, то есть раньше слухи в интернете не комментировали, потому что интернета не было, а сейчас он и есть, вот и все. Это Никита Белых, губернатор Кировской области, прямо в эфире на Айхе. В Москве у вас же Никита Юрьевич тоже выборы 8 сентября, по-моему, у компании есть какие-то яркие личности? Ну, дело в том, что мы основные выборные кампании пережили в 2011 и 2012 годах, то есть когда речь шла и о выборах в законодательное собрание, и в 2011 году, и выборах в городскую думу, значит, в 2012 году, ну, я уж не говорю там про федеральные кампании выборов в ГСРСную думу и выборов президента. Поэтому сейчас, 8 сентября, как в единый день выборов, есть несколько выборных кампаний, но они такие, как бы, там, что называется, не очень крупные, не очень активные. То есть речь идет о довыборах по одному из округов в городской думе в связи с тем, что депутат, который был, вот, собственно говоря, депутатом городской думы, был избран депутатом законодательного собрания, так, значит, и, соответственно, его мандата, освободился, так, значит, будут еще избираться главы городских и сельских поселений, то есть самого нижнего уровня, так, в 11 муниципальных образованиях, и, там, несколько депутатов районных дум и, там, представителей поселенческих органов, так, то есть, поэтому, то есть, ну, собственно... Достаточно низкого, но при этом очень важного уровня выбора, да? Да, но даже они, там, носят не массовый характер, еще раз говорю, там, речь идет о довыборах. Вот если вы помните, в октябре прошлого года, да, мы несколько раз эту тему обсуждали, то есть у нас были выборы, вот, как раз, местного уровня, когда речь шла о избрании, там, 4 тысяч депутатов, да, то есть, значит, сейчас речь идет об 11 депутатах, ну, то есть, понятно, что это, вот, там, довыборы, то есть, там, какие-то, значит, депутаты сложили себе полномочия, поэтому, в целом, там, общественно-политический ландшафт в сфере местного самоуправления эти выборы, ну, существенного влияния не оказывают, не в силу значимости, а в силу просто того, что это очень малая доля от общего состава представителей органов, получается, там, треть процента, как бы, треть. То есть, поэтому... При этом, естественно, все необходимые действия, которые должны, как бы, происходить с точки зрения выборов и по обеспечению, там, голосования, урны, работы избирательных участков, собственно говоря, освещения информационной кампании в СМИ. То есть, эти вопросы ведутся, мониторятся и соблюдаются, и, насколько я знаю, пока еще каких-то, там, жалоб серьезных на ход этих избирательных кампаний не поступало. И, честно говоря, я не ожидаю, что они будут поступать, но, может быть, только вот в рамках городской думы, вот в этих довыборах, там, поскольку сталкиваются, ну, как бы, все, собственно говоря, политические силы, имеется в виду партии, то есть, ну, возможно, там, ближе уже к финишной прямой, там активность будет несколько выше. Ну, много что сдохло в прошлом веке, там, выражаясь терминологией Айрата. Более того, в прошлом веке, самое главное, сдох сам прошлый век. То есть, поэтому, там, мы живем в 21 веке со всеми атрибутами и реальными, присущими именно этому периоду времени. Сравнивать, значит, там, и политическую систему и особенности избирательных кампаний прошлого века, все равно, что сравнить особенности архитектуры. Она другая. Там, лучше, хуже, то есть, тут это уже могут дискутировать и дебатировать кто угодно, она другая. Точно же, как другая, там, избирательная кампания в Соединенных Штатах или, там, в Германии, так, то есть, она отличается от того, что было, там, 50 лет назад. Там реальная конкуренция, вот если мы будем сравнивать себя с ними, да? Там реальная конкуренция. На самом деле, мы же понимаем, что и в рамках существующего политического пространства тоже есть реальная конкуренция, только она происходит немножко на других уровнях, да? Как, знаете, есть такая японская пословица о том, что настоящие самураи выиграют битву, не обнажая мечей. То есть, собственно говоря, очень многие реально конкурентные вопросы, как в оппозиционном фланге, так и, там, значит, в партии как бы власти, да? Они, собственно говоря, решаются, обсуждаются в разных формах, да? В том числе, может быть, там, не самых, там, политически корректных до начала выборов, да? И, собственно говоря, выборы уже неким образом там завершают, оформляют, облачают те, как бы, что называется, процессы, которые происходили раньше, там, в других, соответственно, форматах и с другими участниками. Артем, если человек спрашивает вас, молодежи советуют идти на службу в главы сельских поселений, как вы считаете, стоит оно того? Точно стоит. Мы уже поняли, что очень много ответственности. Точно стоит. Нет, ну, а там, извиняюсь, опять же, если, я не знаю, что Артем вкладывает в понятие стоит, не стоит, с какой точки зрения? С точки зрения, там, заработать славы и денег, это не тот вариант. С точки зрения головной боли. А вот с точки зрения повышения собственной компетенции и с точки зрения самореализации, да, то есть то, что вы говорите по поводу ответственности, в том числе, там, большого количества необеспеченных полномочий, необходимости самолично вникать во многие проблемы, то есть вот этого, там, много, да, и мне кажется, что для тех, кто собирается строить политическую, общественную, собственно говоря, любую карьеру, там, такой рода шаг очень, там, полезный и значимый с точки зрения саморазвития. Ну, а теперь давайте к учебному году, который 2 сентября в этом году начнется. Сегодня, например, Медведев проводил видеоконференцию по готовности школ. Там некоторые регионы ругали, где не все благополучно с готовностью к учебному году. В Ировской области среди отстающих нет. Ну, то есть такого рода совещания, они проходят каждый август в разных форматах. Это и совещания на уровне министерств, это и совещания на уровне вице-премьеров, это совещания на уровне федеральных округов, правительства и, там, президента. Вот, там, сегодня прозвучали данные о том, что по состоянию на сегодняшний день в 25 регионах России приняты все школы с соответствующими органами, ну, прежде всего, Роспотребнадзором и МЧС, так, то есть, противопожарной службой. Вот. Киркская область входит в эти 25 регионов. То есть, у нас действительно... Все в порядке. Ну, как все в порядке. Принятые школы к учебному году, это не означает, что все идеально, да, потому что... Ну, не может не быть идеально, Никита Юрьевич, это же дети. Все понятно, нет, все понятно, нет. И все, что касается безопасности детей, нет, все, что касается безопасности детей. Все вопросы действительно сняты, и те, как бы, требования, которые были поставлены, они выполнены. Значит, другое дело, что есть еще, там, целый набор таких долгоиграющих проблем. Понятно, что, когда мы говорим, например, о подготовке к учебному году малокомплектной школы, постройки, там, 34-го года, 20-го века, значит, в отдаленном населенном пункте, так, то понятно, что, там, подготовка этой школы к учебному году, да, то есть, это, в общем, некое, там, затыкание дыр, да. То есть, понятно, что кардинально эту школу уже, там, ремонтировать, там, бессмысленно, капитальные ремонты делать бессмысленно. Конечно, надо вести речь, то есть, о строительстве новой школы. Но, когда, там, речь идет о количестве учеников, там, в 4-5 человек, вот тут уже, собственно говоря, возникает вопрос эффективности, там, бюджетных средств. Поэтому, то есть, я могу сказать, что, действительно, и противопожарная служба, и Роспотребнадзор все школы Кировской области приняли. Значит, в большинстве регионов, насколько я понимаю, готовность по количеству, то есть, порядка 80-90%, и было названо где-то порядка 10 регионов, где на уровне 60%, я, понятно, не буду сейчас называть. Но эта ситуация, скорее, традиционная для этого периода, то есть, сегодня у нас, получается, какое-то 26 число. Ну, еще всю неделю все будут там активно работать, и я думаю, что, там, с высокой степенью вероятности, подавляющее большинство тех регионов, которые сейчас, значит, в числе отстающих, то есть, они ситуацию исправят. Понятно, что на этом совещании особо шла речь о тех школах и вообще образовательных учреждениях, потому что не только школы, но и детские сады, которые расположены в Хабаровском крае, Мурской области и Еврейской автономной области. И, собственно говоря, как раз на обратную связь вызывались руководители этих регионов, потому что мы все понимаем, что... Кстати, учебный год не начнется? Или что там будет? Ну, нет, он, конечно, начнется, просто там понятно, что есть там территории, где там физически... Просто затопленные. Конечно, да, да. Поэтому задача стоит обеспечить начало учебного процесса, то есть, может быть, там, в других школах, да, то есть, может быть, значит, я, насколько понимаю, там, часть детей будет вывезена в тот же лагерь «Океан», там, значит, во Владивостоке, там, порядка 1300 детей будет начинать учебный год там, в ряд других образовательных площадок. Поэтому большая часть этого совещания, которое сегодня проводилось премьер-министром, оно было как раз вот там посвящено тем территориям, которые находятся там в особой ситуации, да. Потому что по другим территориям, то есть, даже тем, которые по каким-то причинам не готовы, ну, чрезвычайных ситуаций там нет, поэтому все, что там должно быть к учебному году сделано, должно быть сделано. Еще раз говорю, эта ситуация, она всегда тяжелая, всегда напряженная, но каждый год она возникает, да, и каждый год ее проходит. Поэтому я уже за тот период времени, когда я работаю, это прохожу тоже, значит, там, в пятый раз, поэтому я могу сказать, что там есть понимание того, как эти проблемы должны решаться. Конечно, это требует дополнительных средств из бюджета, это всегда проблематично, но, опять же, ничего невозможного в этой части нет. Сегодня, кстати, премьер-министр призвал принимать меры по сохранению сельских школ. Как я поняла, вы, наоборот, за укрупнение выступаете? Нет, секундочку, значит... О другом говорил. Немножко о другом, поскольку вот это было как раз после выступления Андрея Юрьевича Воробьева, и там сельская школа, сельская школа и родина. То есть сельская школа не есть там знак равно с малокомплектными школами. Понятно, что когда речь идет о сельских школах, допустим, московской... Ну, еще селы бывают разные. Ну, конечно, да, то есть поэтому, когда Андрей Юрьевич Воробьев говорит там о сельских школах в Московской области, это немножко другие, как бы, сельские школы. Поэтому речь шла о том, что сельские школы действительно являются важным звеном не только образовательной, но и в целом социальной, общественной жизни территории, поэтому их необходимо развивать. Но в этом же совещании было сказано, что ситуацию по малокомплектным школам необходимо рассматривать отдельно. То есть у нас тоже есть крупные сельские школы, и, собственно говоря, туда их можно и нужно развивать, то есть там, где есть постоянная численность населения, там, где есть перспектива развития территории, где есть необходимый кадровый потенциал. Гораздо сложнее ситуация выглядит с теми школами, которые являются не просто малокомплектными, а где с численностью постоянно проживающего населения, то есть есть четкая тенденция к его снижению. Поэтому вот здесь необходимы меры, там, совершенно другого характера, да, и понятно, что это вещи, которые, там, не могут делаться, там, что называется, единовременно, да, или каким-то, там, взмахом, что называется, мяча или там еще чего-то, да, то есть, но эту проблему точно нужно решать, потому что эти малокомплектные школы, они, к сожалению, неэффективны не только, а может быть, в какой-то момент и не столько с точки зрения использования бюджетных средств, сколько с точки зрения качества образования. Современная система образования, она все-таки предполагает наличие конкуренции между учениками, особенно учениками старших классов. То есть, если у тебя в выпускном классе учатся один или два ученика, то даже при хороших преподавателях, там, при хорошей материальной базе, качество образования будет ниже, поскольку нет вот этого, скажем, там, конкуренции, которая требуется современным деятельствам в современной системе образования. — Понятно, это губернатор Кировской области Никита Белых, а сегодня губернатор Пензенской области Василий Бучкарев предложил ввести в Россию новый праздник, День чиновника. Как вам кажется? Можно сделать такое? У вас же, кстати, в Кировской области свои праздники, да, там, Дни романтики, например, проходят? Ну, вот, я День романтики, Василий Кузьмич День чиновника предлагает. Нет, на самом деле я видел... — Почувствуйте разницу. — Нет, я очень уважаю Василия Кузьмича, он мой коллега и старший товарищ, мы в рамках одного федерального округа работаем и часто встречаемся. Я, на самом деле, читал этот материал, если я правильно понимаю, речь идет об обращении Василия Кузьмича в адрес представителя Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, значит, о том, что у нас действительно большое количество государственных служащих, там порядка 700 тысяч, да, только государственные и гражданские служащие, да, у которых нет, собственно, профессионального праздника. Ну, и, собственно говоря, опять же, нет, наверное, большого секрета, что, мягко скажем, чиновники, да, не являются популярными героическими фигурами, там, восприятия их граждан, да. Да, или наоборот. В том-то и дело. И если там по целому ряду направлений, то есть есть там целые программы о том, как вообще имидж там формировать, начиная там от предпринимателей, заканчивая правоохранительных органов, то вот формированием имиджа там чиновников, да, по большому счету, там никто серьезно не занимается. И тут понятно, я предполагаю, что сейчас будет там миллиард обращений о том, что же они сволочи там и так далее, да, но давайте так, то есть среди чиновников процент там сволочей и мерзавцев такой же, как среди там всех остальных. То есть просто, что, кажется, их ошибки и их злонамеренные действия, может быть, виднее, то есть и болезни не ощущаются, но я могу точно сказать, что среди чиновников полно приличных, порядочных, интеллигентных людей, которые действительно искренне хотят благополучия там территории, муниципалитету, в которых они работают, и там точно так же, как и многие другие, там днями и ночами, значит, там находятся на работе для того, чтобы действительно сделать что-то хорошее. Поэтому я считаю, что предложение Василия Кузьмича точно можно рассматривать, просто мне кажется, что надо в целом говорить о некой программе по формированию иного образа государственного служащего, нежели он существует сейчас. В рамках этих мероприятий может быть и вот этот там профессиональный праздник, почему бы и нет. Если говорить о дне романтики, которые мы проводили в Кирове, то есть у нас были... У нас, к сожалению, уже время не... Да, у нас подходы были очень простые, то есть там романтики не хватает, вот и все, значит. И там в данном случае суровый февральский день, 14 февраля, навряд ли как бы там является достаточно романтичным в условиях нашего клиента. А Петра и Февронии? А семейные ценности и романтика это близкие понятия, но не всегда как бы пересекающиеся. Поэтому мы вот посчитали, что, наверное, последний день лета, последнее воскресенье лета, это такой правильный праздник. Тем более, что именно в этот период родился великий романтик Александр Грин, причем именно у нас в Вятской губернии. Спасибо большое. Никита Белов, губернатор Кировского, в гостеплевом эфире на Эхимосква. До встречи через неделю. Всего хорошего. Вот новый разворот.